здравствуйте дорогие друзья как обещал у нас на обзоре я бы сказал самая дорогая катушка от компании shaman в бейтранерном плане то есть для карпятников данная катушка называется shaman big bait runner xtr alc ci4 plus давайте сразу про комплектацию в комплекте у нас идет сама катушка в комплекте у нас идет точно такая же холоднокованная шпуля которая у нас идет здесь наличие и в комплекте идет у нас вот такой вот мешочек shaman ну честно говоря мешочек shaman могут быть и покруче для такой цены как-то материальчик такой не особо но это мое личное мнение и так по самой катушке в чем ее такая прелесть и почему же она так дорого стоит цена у нее действительно не маленькая то есть это реально ну такое дорогое решение для рыбалки скажем так почему ее берут карпятники вообще по поводу данных катушек вот именно этой катушки до этой модели проходят постоянные споры все дело в том что ну мы помним на обзоре у нас было big bait runner xtr long cast классическая тяжелая катушка все в ней хорошо но одна проблемка это вес то есть излишний вес ну как бы не всем это подходит это мы знаем в данной катушке этот вопрос решен ну что вы понимали в 14000 размере на то есть у нее вес 640 грамм все это благодаря самому корпусу и материалу из которого сделан корпус под кодовым названием названием си ай 4 плюс то есть это какие-то там карбоновые соединения там я честно говоря особо глубоко не вникал в это все но у нас были была генерация первая си ай 4 и вот сейчас си ай 4 плюс в чем же разница как опять-таки говорят специалисты разница заключается в том что си ай 4 плюс намного жестче то есть при том же весе при тех же характеристиках данный материал намного жестче чем просто си ай 4 зачем нам нужна такая жесткость казалось бы да но давайте не будем забывать о том что вот данная катушка используется при больших нагрузках то есть она используется при вываживании очень серьезного противника само собой разумеется что посадочные места подшитников и вообще вот всех все технологические посадочные места они должны быть максимально укреплены ну естественно если у нас корпус сделан из металла мы понимаем что корпус имеет определенную жесткость ту жесткость которая в принципе нам нужна в случае если мы переходим на пластик у нас есть всегда такой вот шанс скажем да вот разбить посадку тех или иных деталей в этом корпусе вот это вот ключевая сложность ключевая проблема именно пластиковых корпусов в данном же случае когда вот вышел си ай 4 материал да он многие кстати вот на спиннинговых катушках многие начали жаловаться о том что появляется некая расхлябанность что это все ерундовые катушки и начали возвращаться к старым более тяжелым катушкам компания шамана естественно поняла что не совсем они правильно и сделали решение вернее она правильная но но не совсем доработано да то есть как показала практика надежность у самих катушек стала скажем ну меньше пусть не в разы но меньше то есть катушки стали менее стали быть менее надежными при всем при том что они стали дороже намного дороже стоить а это все-таки как бы важный фактор да то есть если любой покупатель любой потребитель понимает что если от него хотят больше денег значит ему однозначно хотят чего-то больше предложить ну по крайней мере должна быть какая-то честность в этом плане вот и компания шамана доработала вот этот материал си а4 плюс ну и как она заявляет опять-таки как в их обзорах пишется что данный материал максимально качественный максимально жесткий и ничем якобы не уступает металл но естественно лучше тем что он легче утверждать данный факт я к сожалению не могу си а4 плюс появился ну относительно недавно на рынке мало того все катушки которые имеют модификацию си а4 плюс имеют ну скажем так мягко заоблачную цену цена очень высокая стоит ли платить такие деньжище за то чтобы купить облегченную версию ну решать каждому понятно да но очень много рыболовов в частности в постсоветском скажем так пространстве очень много рыболовов все-таки не решаются перейти на вот эти вот катушки си а4 плюс уж больно хороши были те же самые классические XTA и лонкасты да ну и народ просто предпочитает зачастую мириться просто с весом да и все то есть в принципе недостатков у тех катушек практически не было вот и они сейчас на сегодняшний день продаются и продаются с успехом потому что стоимость этой катушки и такой же но не облегченной ну как такой же я не скажу что такой же потому что подшипников здесь как минимум на один больше но в техническом плане технические характеристики то есть тяга то же самое 20 килограмм 14 тысяч размер 110 за 110 сантиметров за один оборот то есть в принципе все то же самое вот то есть по функционалу для нас как для потребителей это все то же самое остается но есть легкость и естественно за каких-то там пару лет пару-тройку лет ну пару скажем лет вышло много каких-то там инноваций от компании шимана у них там есть масса всяких названий которые многие вообще не могут понять о чем это идет речь ну то есть скажем так они как-то кодируют и называют свои технологические решения хорошо это или плохо но мы знаем такую пословицу о том что не все то хорошее что новое когда не всегда то что лучше вернее то что то что новое лучше чем старая скажем так поэтому ну я не знаю катушка великолепная вот если возвращаемся к данной катушке великолепная дизайн просто супер вот видим видим значок сейчас я отведу шпулю вот на юбочке идет икс шипик да так все дела все очень красиво реально такая она вся черная ну так богато выглядит скажем да такая очень приятная красиво очень ручка все чудесно работа катушки естественно на высоте вес просто впечатляет то есть вот с данной катушкой хочется работать но когда ты смотришь на ценник хочется ну извините за какое-то сравнение или там запрямую ту хочется всплакнуть и забыть об этой катушке да потому что ценник большой ну в общем вот так ладно это все полемика давайте вернемся к нашим техническим нюансам здесь по люфту люфт отсутствует накат здесь больше чем катушки старой катушки на тупите накат очень хорошо или реализован очень красивая очень красивая стоит здесь ручка великолепная такая вот она точеная такая классно мне очень нравится ручка дальше по по бейтронеру ничего такого нового у нас нет работа та же самая то есть данный узел не претерпел никаких изменений сама краска сама покраска уже идет не софт-тач а непосредственно просто-напросто черный черная краска под лаками вот потом по леса уже системе лесоукладывания подушки все все те же самые ощущения здесь немножко другое оформление идет вот ролик мощный в принципе претензий как таковых быть не может потому что здесь есть какие-то решения по дизайну как вы видите в роторе берет камера вот в роторе есть интересные такие решения все так как бы стремится быть облегченным максимально и так по фрикциону фрикцион сам фрикциончик работает мне кажется немножечко тише чем на предыдущей версии хотя сейчас мы подтянем это лучше как субъективное мнение принципе все все очень правильно дозировочка такая правильно давайте сейчас посмотрим как у нас идет фиксация максимальная фиксация один оборот два оборота три оборота по скорости фрикцион затяжки фрикциона у нас все то же самое то есть он затягивается точно так же как на предыдущей модели по эргономике самой гайки ну здесь вот есть изменения данная гайка очень удобно под работу двумя пальцами скажем да то есть не одним пальцем закручиваем откручиваем а именно под два пальца ну хорошо это или плохо нормально классно и так шпуля шпуля у нас идет с резиновой муфтой то есть здесь все защищено здесь тоже никаких особых инноваций нет клипса у нас идет металлическая по юбке юбочка точно также реализована то есть это реализуется на самом деле практически на всех бикпитах вот такая вот система стоит на шимана система работает безотказно все чудесно данная юбка служит неким протектором защищает защищает вернее противостоит правильно так сказать противостоит попаданию лески под шпулю то есть под шпульный узел вот так как шпуля у нас большая лонкастовая может быть такое что будет как бы при прослаблении какой-то вот скажем уход петли какой-то да то есть ну вот для этого существует именно вот этого система защиты дальше по самому штоку шток довольно таки мощный очень так ну мощная катушка на самом деле то есть видно что данная катушка рассчитана на кракен то есть на таких серьезных соперников ну а в общем кроме веса по большому счету для меня как для потребителя и вот надписи там x-шип этой да я особой разницы не могу ощутить честно вам скажу то есть по фрикциону все те же ощущения но да есть какие-то изменения в дизайне и то они минимальны то есть понятно производитель старался не экспериментировать с дизайном потому что бывает так ну особо то есть понятно что освежили сделали все там редизайн но особо экспериментировать с такими классическими вещами чревато опасно не все воспринимают резкие переходы от одного дизайна к другому дизайну по ощущениям по накату ну чудесно здесь конечно пять баллов из пяти все великолепно все тихо никаких там стуков ничего нет то есть это это да это уровень это shimano и причем это дорогая shimano поэтому она такой должна быть ну вот собственно говоря вот такой вот обзорчик давайте я вам еще покажу поближе как она выглядит вот как у нас идет тот же самый аккуратненько все регулируется в битрайнере вот вот такой вот дизайн кстати еще один такой момент ручка вот здесь вот кстати разница мне очень нравится данная фишечка ручка здесь вкручивающаяся то есть если на предыдущей модели у нас не вкручивалась ручка а просто барашком затягивалась то здесь уже все вообще по ручке решение великолепное мне это очень нравится очень так как-то правильно сделано все молодцы ребята классно вот в этом плане просто супер вот в двух словах вот такая вот первая часть нашего обзора и сейчас мы во второй части сейчас я намотаю лесочку и во второй части мы с вами посмотрим как ложится леска ну я уверен что никаких нюансов в укладке лески у нас быть не может на данной катушке хотя чем черт не шутит сейчас посмотрим для нее спасибо за внимание до следующей части нашей программы ну что ребят намотал я лесочку как вы видите укладывается идеально леска есть определенный конус то есть в принципе сейчас я гляну есть ли в коробке у нас регулировочные шайбы то есть если кому то например такой конус да шайбочки у нас идут регулировочные разных разной толщины то есть как раз в принципе вот этот вот конус можно будет подгонять ну как вам удобно то есть многие ловят считается как фишка в последнее время но многие ловят вот таким вот конусом многие ловят ровным я например очень люблю когда ровно все выкладывается вот то есть ну в принципе здесь варианты какие угодно применимы в общем мое заключение могу ли я посоветовать покупки ну однозначно да то есть естественно это это очень достойный аппарат это это последняя новейшие технологии разработки компании шимана здесь все воплощено стоит ли она таких денег ну я бы сказал бы наверное нет почему потому что вот как по мне в пользовании да то есть ну я понятно я на рыбалке не не пользовался да то есть я только наматывал леску то есть в принципе как бы ну образно говоря общался с данной катушкой если можно так сказать в кавычках да вот в процессе данного общения ну ощущения были точно такие же как и от старой но ценник в два раза больше да цена вернее вес ну однозначно здесь меньше да стоит ли платить такие деньжища за вот эту вот разницу в весе я не могу вам сказать ребят определяться однозначно только вам в выборе но то что это достойный аппарат здесь просто сомнений быть не может как говорится ну в общем такая вот информация по такой катушке по этой катушке я надеюсь я выразил свое мнение и она может быть кому-то является полезным да данное мнение спасибо вам большое за внимание давайте я покажу вам с разных сторон данную катушку как она вообще выглядит что она из себя я представляю вот такая вот вот такая вот катушке спасибо вам огромное за внимание до новых встреч всего хорошего до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч